Здравствуйте, товарищи! В 1991 году произошла самая настоящая катастрофа. И она наглядно показала всему миру, что отступление от социализма, от достаточно прогрессивного социального государства, как в Европе, например, приводит к падению, что называется, ниже плинтуса. То есть к падению не только грубой какой-то капитализма, но даже к капитализму с элементами самого настоящего феодализма. И, в принципе, урок, который дала нам история в 1991 году, многие страны, такие как Китай, Куба, Европа, в принципе, более-менее усвоили. А вот мы с вами должны платить за этот урок, собственно, полной ценой. Как действовать в таких условиях? Ну, трудно. Трудно действовать сторонникам советских порядков в бывших странах СССР в таких условиях. Почему? Потому что, повторюсь, помимо того, что к нам вернулся капитализм со всеми его порядками, к нам вернулись совершенно дикие даже для капитализма проявления. Например, все мы знаем, что на огромной части и России, и Средней Азии, и Кавказа ширится движение исламизма. Что такое исламизм? Исламизм – это, по сути, феодализм набегового характера. То есть феодализм, который основан исключительно на грабеже, скажем так, иноверцев. Это экономическая сущность исламизма. Как он появился в стране, которая фактически преодолела все религиозные предрассудки в 20 веке? Вопрос. Почему? Потому что упали ниже плинтуса, повторюсь. Как с этим работать? Некоторые тут говорили и очень грамотно говорили, что нужно до конца держаться за рабочий класс, что нужно не давать распиливать заводы. Да, это все правильно, но процесс идет. Россия в современном мире уготована роль сырьевой жилки, к которой подключаются все страны. Я стараюсь быть более с практической стороны рассматривать вопрос. Я вот недавно был на Сахалине. Я видел воочию, во что превратилась, например, рыбная и нефтяная отрасль этого региона. А это были одни из ведущих регионов в этих отраслях всего Советского Союза. Большую часть предприятий скупили иностранцы. Рабочие и персонал, которые работают на этих предприятиях, они находятся в положении белых воротничков. Они получают по меркам того региона, да и по меркам, кстати, Петербурга и Москвы, большие зарплаты. Остальной рабочий класс отброшен на периферию. Он занимается всем, чем угодно, только не производством. Он браконьерствует, он пытается какое-то подсобное хозяйство вести, он пытается выживать. Молодежь рабочая уходит в бандитские структуры, которые занимаются, по сути, рэкетом среди таких же, как они, рабочих, которых выкинули из этой системы. Как работать в такой ситуации? Работать очень сложно. Значит, нужно уметь для каждой бывшей Советской Республики находить те основные точки, которые являются сейчас наиболее острыми. Например, сейчас, так как Советский Союз распался, естественно, поднял голову национализм различного толка в разных республиках. Национализм питается мифами, которые он отсасывает из пальца. Приведу такой пример. На Украине, сейчас, в Украине, активно насаждается так называемый украинский национализм. Вы все прекрасно знаете, под именем Бандеры, Петлюра идет и так далее. Они используют наше даже красное прошлое для обоснования своего национализма. Ну, например, восстание на броненосце Потемкин, про который вы все прекрасно знаете, объявляется на самом деле восстанием украинских националистов. И приводятся такие, собственно, доводы, что якобы они пели украинские песни, да, и красный флаг это на самом деле флаг запорожских казаков. Что делать в таких условиях коммунисту и стороннику Советского Союза, Советской власти? Вскрывать эти мифы, бороться с ними. Что делать в обстановке, когда, как, например, в Латвии растет самый настоящий фашизм, когда нацистские легионеры маршируют по улицам? Нужно становиться активным антифашистом, скрывать всю эту сущность и показывать на примере истории, на примере исторических документов и прочее, что такое на самом деле было в этой стране в 41-45 годах. То есть современный сторонник Советской власти должен быть в борьбе, ну, фактически энциклопедистом. Он должен, так как нас мало, на самом деле нас, активных борцов, очень и очень мало на всем протяжении Советского Союза. Значит, нужно уметь бороться на всех уровнях, а не только выбирать какой-то один. Профсоюзы, да, это очень важно, это нужно. Политическая борьба, да, это нужно. Идеологическая борьба, это нужно. И нужно, конечно, находить на почве вот этой борьбы с общими врагами, которых очень много. Это не только буржуазия, это и националисты, это и религиозные мракобесы, их очень и очень много. Нужно находить общий уровень, находить действительно общую платформу для борьбы. Я понимаю, что многие левые движения находятся по отношению друг к другу в непримиримом антагонизме. Я понимаю, что Ленин действительно говорил, чтобы объединиться, надо размежеваться. Но мы сейчас находимся в положении не партогенеза. Мы находимся на положении даже, ну, фактически на положении кружков. То есть нас история отбросила на уровень, ну, примерно 90-х годов 19 века. И не будем забывать, что если в 90-х годах 19 века марксистская теория и марксистская пропаганда среди рабочего класса России работала, то это в том числе и потому, что рабочий класс был восходящим. Царская Россия, несмотря на то, что была отсталой технической стороной, регулярно запускала новые заводы, расширяла сеть железных дорог. Им нужны были рабочие. Современное российское правительство и правительство бывших советских республик, оно не заинтересовано в рабочем классе, оно действительно в основном распиливает и продаёт. Да, есть сырьё, которое хищнически просто добывается, и есть рабочий класс, которого обслуживают. Но этот рабочий класс чаще всего находится, я повторюсь, на примере Сахалина, просто то, что я видел, на положении белых воротничков, который боится не просто создать какой-то независимый профсоюз, организовать забастовку, боится просто, например, пикнуть против предприятия, например, в том вопросе, что предприятие заставляет его заниматься благотворительной деятельностью в свободное время на свои деньги. Это в обязательном порядке. То есть как работать в такой обстановке? Нужно понимать, что каждый день, каждый год относит нас ещё дальше, относит нас чуть ли не в начало 19 века. То есть в такой ситуации коммунизм должен быть не только профсоюзным лидером или сторонником экономизма, не только как плетение в хвосте, но и как действительно нужного объединения рабочих профсоюзов, но и как борец на идеологическом фронте, как грамотный историк, как грамотный пиарщик. Мы должны уметь учиться у буржуазных политтехнологов, как уметь работать с населением, как уметь... Да, они работают, понятно как, они зомбируют, но почему мы до сих пор не выработали нормальной идеологической системы антизомбирования? Или как там, как с алкоголиком? Кодирование. Кодирование. Почему мы не выработали? Мы много говорим про Маркса, это правильно. Мы много читаем Маркса, это правильно. Но вот, например, создать кружок, где изучать Маркса, это все правильно, это нужно. Но с другой стороны, почему мы думаем, что рабочие идиоты? Есть самоподготовка. Рабочий должен читать сам Маркса и Ленина, благо Маркс и Ленин писали достаточно легко, это не какой-нибудь ткант с его антиномиями. Это достаточно легкий для усвоения материал. Да, естественно, его можно превратно понять, но на то и есть обсуждение и прочее, прочее. А почему, например, не выработать единый новостной сайт? Причем, я понимаю, вот есть красное ТВ, я очень хорошо к нему отношусь, но нужно лучше делать. Нужно работать на всех направлениях. И может быть, мое выступление несколько сумбурное, я заранее извиняюсь за это, но я хочу сказать только одно. Нас очень мало. Можно сказать, что да, мы соль земли. Со всеми нашими недостатками, минусами, плюсами. И мы должны работать во всех направлениях и быть действительно, повторюсь, энциклопедистами в борьбе. Мы должны бороться везде и всегда. Потому что, ну если не мы, то кто? Я не знаю. Нет никого. Молодец. Спасибо.